ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУКВАЕТ Сима, ты с утра сидишь на подоконнике и пол разглядываешь. Что ты там надеешься увидеть? Пошла бы лучше книжки в читальном зале поразглядывала. Всё больше проку было бы. Остап, ну какой ты старый и скучный котища! Би, посмотри, как солнечный свет играет на библиотечном полу. От лучей деревянный пол как будто светится изнутри. Вот ведь неугомонный мышонок что придумала. Пол у неё светится. И это причина сидеть на подоконнике полдня вместо того, чтобы идти учить уроки. Прыгай сюда! Отсюда доски на полу похожи на огромные куски янтаря. Ну-ка, ну-ка. Нет, даже не янтаря, а мёда, Би, а не медвяные. Медвяные! Симон, не медвяные, а мурромедовые. Медвяный – это содержащий мёд. А вот медовый может иметь значение и цвета мёда. Остап, ну какой ты зануда! Медовый, медвяный, да хоть медвежий! Хо-хо-хо-хо! Медвежий, говоришь? А как ты думаешь, как появилось слово «медведь»? Да что тут думать-то? Медведь – это тот, кто ведает мёду в лесу. Пчелиный начальник решает, кому дать мёду, а кому нет. У тебя богатая фантазия, Сима. Но в одном ты права. Слово «медведь» и правда связано с мёдом. Только медведь им не ведает, как ты говоришь, а ест. То есть слово появилось так. К древней основе «медв», такой же, кстати, как в слове «медвяный», прибавился корень «ед», то есть «есть». И получился «медведь». Ух ты! Здорово! Хоть одно понятное слово. Остап, скажи, а почему все другие слова не появились так же? Ну, например, корову можно было бы назвать травоед, а волка мясоед и так далее. С волком и коровой не всё так просто. Я тебе потом как-нибудь расскажу, как появились эти слова. У них тоже очень интересное происхождение. А вот «медведь» назван описательно намеренно. Почему? Потому что древние люди боялись повстречать медведя в лесу. Такая встреча могла для человека закончиться очень плохо. Его боялись так сильно, что даже имени старались не упоминать, чтобы ненароком не позвать. Вот и придумали ему, как бы и не имя вовсе, а просто описание того, что он делает. Получился «медведь». Остап, сколько ты всего знаешь! Это потому, что я очень редко сижу на подоконнике и пялюсь в пол.